Вот что я скажу по этому поводу. Собянин вообще не нуждается ни в какой поддержке единой России, потому что мэр Москвы это вполне себе самостоятельная фигура. Отдельная и достаточно могущественная, прямо скажем, авторитетная, безо всяких единых России и всего остального. Он пойдет на выборы, и он, безусловно, на них победит, он уже, наверное, это чувствует сам, в общем-то, поэтому достаточно смело на этот эксперимент решился, потому что конкурентов у него нет и в помине здесь, в Москве сейчас. Если говорить о Навальном, ну не смешите, пожалуйста, если брать, допустим, даже самые радужные варианты, я, например, за то, чтобы ему разрешили баллотироваться в мэры, и я за то, чтобы Навальный в этих выборах участвовал, потому что электорат у него, извините, но если взять, допустим, 100 тысяч человек, которые были на митинге, допустим, взять еще 100 тысяч, которые на митинге не пошли, но пошли бы, вот. Пусть эти 200 тысяч человек за него проголосуют в процентном соотношении, а это его потолок просто запредельный, даже при всех, вот, это при самых просто оптимистических прогнозах. 200 тысяч человек — это его потолок, вот, и что там, на фоне, я не знаю, полтора десятка миллионов в Москве живет, эти 200 тысяч вообще ничто. То есть его электоральная перспектива Навального, она в пределах статистической погрешности находится, поэтому уж, извините, Собянин, он точно не конкурент, да и к тому, чтобы быть мэром, надо быть кем-то хотя бы, а он просто блогер, во-первых, во-вторых, еще и жулик, и на нем какие-то уголовные дела, он какой-то лес украл, дрова какие-то воровал. Он, в общем, немасштабная личность, поэтому, в общем-то, всерьез обсуждать его смешно. Нет у Собянина конкурентов, он, я думаю, уверенно, абсолютно выиграет с подавляющим большинством у любого своего конкурента на выборах.